Возможно, у вас будут другие вопросы, более глобальные, не касаясь сиюминутного. Вот сегодня идет война, там еще что-то. Вот сиюминутное, оно не слишком интересно на самом деле. Оно очень быстро все проходит. А нужно задавать такие вопросы, которые глобальные касались бы вашей собственной жизни, то есть жизни в рамках общества. Это, друзья, третья часть разговора об инсайдере, о его ответах на вопросы слушателей, который был записан в 2005 году. Инсайдером мог быть любой, тот, кто чуть больше знает, чем все остальные. Это могла быть я, это мог быть кто-то еще другой, кто-то из вас, друзья. Поэтому думать о том, что это действительно был инсайдер, человек, который все знает, я думаю, что вряд ли. Это был обычный человек из нашей с вами среды. Если бы это был инсайдер, он бы говорил жестко и говорил бы совершенно нелицеприятные вещи, которые вы привыкли слушать. Данный разговор довольно мягкий, и поэтому этот мягкий разговор создан кем-то из человеческой среды. Любым из нас. Еще раз повторяю и заостряю на этом ваше внимание, чтобы вы понимали, что это не разговор действительно человека, который стоит выше вас, выше нас, выше олигархов. Это не тот разговор. Даже олигарх бы провел с вами совершенно другой разговор. А так этот разговор мягкий для того, чтобы немножечко что-то сказать человеку. Далее продолжает эта третья часть разговора инсайдера. Он говорит о том, что божественный закон является проявлением воли верховного существа. Но кто это верховное существо, ему так никто и не задал вопрос, друзья. И это верховное существо не только создает все сущее в этой вселенной, но также поддерживает его, питает, балансирует, наполняет энергией, обновляет. Оно также правит иными мира, включая и тот мир, к которому вы изначально принадлежите. Ритуалы имеют цель. Если вы делаете нечто, что не было позволено, или выполняя задачу, которая не была вам поручена, то вы будете страдать во время этих ритуалов. Вы заметите это и в вашей повседневной жизни. Эманации имеют много форм, и тот, кто разбирается в этих вопросах, без труда распознает, с кем он имеет дело и какова его задача. Умеренность приведет вас в правильное место, откуда все и начинается. Перед этим вы должны узнать, что вы есть. И что есть это место, где большинство людей сбиваются с пути. В противном случае ваши мысли станут ошибочными, что приведет вас на ошибочные пути. Эти вещи могут быть детально переданы вам кем-то. Это фактически привело бы к результату, противоположному тому, который должен быть достигнут. Этим и объясняется мой способ ответа. Вас можно довести до определенной точки, после чего все будет зависеть от вас. Судя по тому, как вы произносите его имя, что вы мусульманин, поклоняться людям, которые в какой бы то ни было форме были частью этой планеты, делать из них кумиров и прославлять их, включая разговор о них в устной или письменной форме, это грех. Вы только что сделали это, добавив в скобках слова, которые возносят его имя. Имя на уровень высших существ. Человек испорчен, пока он находится на этой планете. Каждый и любой человек смерть не меняет прежней личности. Прославления или молитвы могут быть обращены только к совершенным существам. Дальше он объясняет, что такие лидеры, как Иисус, Моисей, Авраам, Мухаммед, Будды были человеком, о котором стали думать, что он является обладателем знания или, как было сказано ранее, мастером игры. Очень легко заставить людей поверить, что они посвящены и знают истину, а затем они будут думать, что их задача пробудить других. Он был использован, и его наследие до сих пор используется для того, чтобы разделять людей, подобно другим религиям. Двое из его ближайших помощников были слугами семей. Так же, как и одна из его жен, слуги семей кровной линии были также среди помощников Иисуса, Будды, Моисея, назовите любого. После его смерти эти трое сделали так, чтобы его последователи разделились. Это было главным, против чего выступал Мухаммед. Поэтому мусульмане, которые полагают, что существуют отдельные направления ислама, фактически восстают против своего собственного пророка. А это почти все мусульмане. Коран содержит зерно истины, но эта истина тонет в море искажений, что можно сказать и о других священных книгах. Он был написан четырьмя авторами из трех стран, одной западной и двух ближневосточных. Далее идет вопрос. Инсайдер 13. Вы антихрист? Ну, это такой чисто человеческий вопрос, да? Человека с низших форм существования. Дальше инсайдер отвечает. Поскольку Иисус из Назарета не является Христом, то ничего из того, что я сказал, не является антихристианским. Тем же, кто скажет обратное, это антихристы. Является ли семья, в которой дети имеют врожденную способность к визуализации, частью кровной линии? Нет. Фактически и тот, кто не имеет вообще никакой связи с этими семьями, может также обладать этой способностью. Эту способность может получить каждый. Надо настроиться на нее. Такая способность предусмотрена Божественным Законом, но для каждого, который ее ищет. Я пытался разъяснить. Это ранее. Кровь, гены и так далее не являются такими уж важными, как кажется. Физический мир слаб и не может влиять на Божество. Кто-то, не имеющий связи с семьями, может испытать на себе влияние Божества таким образом, что может превзойти все, что семьи кровной линии могли бы когда-либо достичь совместными усилиями. Некоторые люди из семей кровной линии обладают врожденной способностью управлять людьми при определенных обстоятельствах. А это является основной чертой присущей кровной линии. Для меня элита означает тех, кто ставит деньги выше людей или вообще любых реальных ценностей, и тех, кто занимает должности, потому что они могут купить или получить по наследству вне зависимости от их квалификации. Вы прекрасно описали элиту вашего типа, но не моего. Вы Ротшильд? Мой вопрос милый по сравнению с множеством других вопросов, заданных вам в данной теме. Но почему бы вам не быть одним из Ротшильдов, входящих в список 500 богатейших людей мира? Это по журналу Forbes. Таков был вопрос. Далее, друзья, ответ. Если бы вы читали внимательно, то вы не задали бы этот вопрос. Широко известные люди не обладают властью, поэтому Ротшильды находятся на том же уровне, на каком были предки нынешних тамплиеров. Кстати, родословной не следует гордиться. Все эти известные семьи, кланы, общества всего лишь пляшут под чужую дудку. Что касается вашего вопроса, нет, я не Ротшильд. Из какой я семьи? Большинство здесь говорят о семьях, которые правят, и тем не менее, они не знают, кто эти семьи. Они ошибочно полагают, что это семьи Бушей, Клинтонов, Ротшильдов и так далее. Поскольку некоторые теоретики исследовали этот вопрос и некоторые инсайдеры рассказывали им об этом, представив доказательства. Я принадлежу к правящей семье, имя которой редко упоминалось в истории, и никто даже не знает, кто мы такие. И второе. Вы считаете журнал Forbes надежным источником информации, тогда как все эти списки лишний раз показывают, что вами легко манипулировать, и вы не способны понять, что происходит на самом деле. Достойный. Интересное слово. Вы ожидаете, чтобы те из нас, кто знает о полярном мире и прилагает все силы, чтобы не играть в эту игру под названием полярность, поверили, что нам необходимо стать достойными? В глазах кого? Мы можем стать достойными только в собственных глазах. А как быть с идеей, что Вселенная внутри нас? Гея и все прочие пространственные реальности являются иллюзиями. Разве нет? Поэтому тюрьма – это иллюзия, так? Кстати, детка, мы не наделены свободной волей на этой планете. Возможно, ваша ошибка является показательной. А вы знаете, кто смастерил этот нонсенс в стиле New Age, который вы только что тут продвигали? Если тюрьма – это истинная иллюзия, выходите из нее. Сейчас же, умоляю вас, жизнь не похожа на кино. Вы играете роль жертвы. Вы не признаете даже то, что вы наделены свободой воли. Поэтому вы всегда будете управляемы. Никогда не станете победителем. И вы заслуживаете все, что получите согласно универсальным законам. Возможно, я появлюсь завтра. Далее инсайдер на завтра приступает. Прежде чем начать, я должен сказать, что не имею возможности просматривать все посты. Некоторые приходят пустыми, поэтому некоторые вопросы могут не доходить до меня. И если это происходит, задавайте вопросы снова. Старайтесь не задавать одни и те же вопросы снова и снова. Просмотрите всю тему, проверьте мои ответы. Я рассказываю о предметах, о которых не спрашивали, но они могут вас интересовать. Читайте внимательно. Вопрос такой, а если эти существа Люциферы? Вы использовали 12 слов и одно число. Сами не понимая того, вы начали часть ритуала. Являетесь ли вы существом Люцифера? Различные существа имеют различные характеристики, по которым их легко идентифицировать в ходе ритуалов. Если бы меня вело знало намеренное существо, я не говорил бы так, как я говорю с вами. Человек, ведомый, злонамеренными, силами не может произносить, писать определенные слова и фразы без того, чтобы они на него не повлияли. Если лица ведомы, такими силами случается слышать, читать определенные вещи, они начинают проявлять излишнюю агрессивность, признаки безумия. Примеры можно найти в обсуждении даже данной темы. Вот признаки присутствия злонамеренных существ. Всякий раз, когда вы скверно словите, говорите негативно, замышляете недоброе, приходите в буйство, лжете, поддерживаете идеи убийства, приходите в сексуальное возбуждение, испытываете страх, завидуете, даже громко смеетесь, становитесь излишне веселым. В общем, испытываете все, что связано с эмоциями, страстями, желаниями. Они появляются возле вас. Одно, два, три или более. Злонамеренные существа принадлежат этому миру. Это их дом. Вы не можете их ненавидеть, потому что они выполняют свою задачу, свой долг. И все это связано с вашим поведением. Поймите, их действия – это реакция на нарушение вами закона. Они никогда не провоцируют вас на такие нарушения. Если вы все же ненавидите их, то вы не замечаете важную часть реальности. Их необходимо в какой-то мере уважать. Это также покажет, что вы осведомлены о них. И этот факт будет учтен. Я пишу «злонамеренные», в кавычках, поскольку они не злонамеренные. Они только представляются вам таковыми через восприятие, которое вы себе создали. Люди являются нарушителями закона, в котором играют роль жертвы. Где граница сопряжения между реальным сознанием и этой тюрьмой? А каковы методы, позволяющие разрушить эту грань и освободить сознание? Это вопросы. И вот ответ. Все зависит от того, что вы понимаете под реальным сознанием и границей сопряжения. Если смотреть из моего положения, это понимание может быть почти противоположным тому, что вы имеете в виду. Реальное сознание – это то, что дается вам, когда вы настроены на разум Вселенной, который действует согласно Божественному закону. Они совсем не то, что многие привыкли думать о них. Этот разум проницает все. Он всем управляет. Поэтому, когда вы связаны с ним, вы можете ощутить его безграничную мощь. Никакая тюрьма не может сдержать эту мощь. Поэтому возможность освобождения всегда есть. Вас доведут до определенной точки, но все же большую часть работы вам придется сделать самому. Но это только начало. Впереди вас ждет большое количество работы над самим собой. Я несколько раз объявлял, насколько мне это позволено. Как установить связь, по крайней мере, с чего начать. Это на самом деле должны решать вы. С некоторой долей осторожности я бы добавил, что изучение древних текстов будет полезным, хотя они содержат большое количество непреднамеренных искажений и ошибок переводчиков. Но только лишь достигнув определенного уровня пробуждения, вы распознаете, запомните небольшие фрагменты, которые являются истиной. Если вы не находитесь на этом уровне, вы будете воспринимать части, содержащие искажения, неправильный перевод как истину, то, что некоторые здесь и демонстрируют. Особенно это касается одного религиозного направления. И потерпите неудачу. Постарайтесь объяснить нам ситуацию. Вы типа хороший парень, который дает нам необходимые инструменты. Или вы управляете нами. Вы изменили свое отношение к нам или как? Я использовала только нейтральные термины, не высказываясь о чем-то в негативном или позитивном смысле. Я просто обеспечиваю вас инструментами, которые вы можете выбирать и использовать по своему желанию. Вы являетесь нарушителем закона, или вы хотите сказать, что я управляю каждым аспектом вашей жизни, каждым часом, каждой минутой, каждой секундой. И принуждаю вас думать, говорить, поступать определенным образом. Вы злитесь не на того человека. Чтобы обрести свободу, следует ли знать, почему мы здесь? Или надо просто разобраться, где именно мы находимся? Следует ли находить ответы внутри себя, или вступая в тайные общества, или через верховные божества, вмешательства, и использовать все три способа? Необходимо видеть весь спектр. Когда видение частично, то это подобно взгляду через окно, частично закрытой занавеской. Вы не знаете, что находитесь на этой занавешенной частью окна, потому и не можете поступать соответствующим образом, что закрывает от нас весь спектр. Поймите, это есть это место, и где оно находится. Узнайте, что вы собой представляете, как вы здесь оказались, почему вы пришли сюда, как вернуться. Подготовьте себя, для ответов очистите себя, дотянитесь до разума, скажите внутри, снаружи, что вы готовы. Живите строго и в соответствии с полученными ответами. Никогда не вступайте в тайные общества, каковы бы ни были обстоятельства. Избегайте также любых религий, включая New Age. Не доверяйте человеческим гуру, пророкам, священникам, раввинам, имамам, папам, предсказателям, медиумам, далай-ламам, политикам, писателям, ученым, знаменитостям, родителям и так далее, как авторитетам в том, что касается божества. В других вопросах вы вольны принимать или отвергать их мнение. Однако принимайте также и последствия своего выбора. Вам нужны только вы сами и божество. Никакого вмешательства других, облеченных в тела, повторяю, не допускайте никакого вмешательства, кого бы то ни было. Если ваш отец просит подать ему стакан воды, чтобы убедиться, что вы о нем заботитесь, и проверить ваше послушание, то что вы сделаете? Принесете воду непосредственно отцу или отнесете стакан воды соседу и попросите, чтобы он рассказал вам, о чем вас попросил отец, при том, что сосед не слышал просьбы и в данный момент выпивает собственный стакан воды. Являясь ли я таким соседом, я не касался стакана воды. Я лишь открыл дверь и сказал вам, что нужно вернуться к отцу. Никто не обидел меня. Люди обижают сами себя. Я был бы обижен, если то, что я говорю, было бы против единого. И если так, то я буду платить за это. Отвечу я на вопросы, начиная с тех, на которые я не успела ответить. Каково ваше мнение по таким вопросам, как планета, смещение полюсов, первый контакт, второе пришествие? Кто или что стоит за этими сказками и почему? Планета Икс больше не существует, подобно многим планетам, лунам, звездам, галактикам. Однако их гибель всегда что-то порождает. А это означает, что они не перестают быть частью целого, продолжая играть свою роль. Смещение полюсов. Насколько я знаю, это происходило два раза во второй и третью эры. И если понадобится, это будет сделано снова. Второе пришествие. Вы возвращаетесь в то место, которое является для вас родным, после того, как вы успешно выполнили свою задачу. А это означает, что второе пришествие не может произойти на земле, так как вы не принадлежите земле. Люди, ожидающие Спасителя на земле, чтобы Он сделал за них всю работу, поступают неправильно. Я заметил, что некоторые христиане сердятся и нападают на меня лично, посылая мне проклятие. Что ж, они вольны так поступать. Я говорил больше о христианстве, чем о других религиях, поскольку такой был характер задаваемых вопросов. А вот что мне во всем этом интересно, если кто-то тратит время и силы на то, чтобы прослеживать связи и находить ключи, оставленные в многочисленных книгах и легендах, и отделять зерна от плевел, то что дальше? Если этот человек применит на практике то, чему он научился, то подберется ли он ближе к истине, к которой семьи кровной линии уже очевидно имеют доступ? Да, повторю, родословная важна только для управления людьми. Она не дает особых способностей, которые делают человека более осведомленным, хотя знание передается из поколения в поколение, потому что внешне это так выглядит. Но это знание не является скрытым. Истину нельзя скрыть. Она хочет, чтобы вы о ней знали, приглашает вас каждый момент вашей жизни. Вот почему она передается вам через правящие силы вместе с искажениями и ложными добавлениями, имеющими цель запутать вас и заставить вас принять эти искажения. Нет ни одной написанной книги, которая содержала бы истину и ничего, кроме истины. Выделите ее и живите в соответствии с ней. Включите ее в каждый аспект вашей жизни. Это самая трудная задача для людей, поскольку необходимо воспарить над этим физическим, материальным миром, оставаясь в человеческом теле, которое требует противоположного. Вот такая, друзья, ситуация с инсайдером, который рассказывал нам, человечеству, о том, что есть правящие семьи, которые управляют нашим миром. Он постарался ответить на вопросы людей. Насколько умны были эти вопросы? Или бы вы задали другие вопросы? Какие вопросы задали бы вы? Интересно мне, друзья, насколько они отвечали бы вашему жизненному посылу? И насколько эти вопросы были бы важны для вас? На самом деле, действительно, не так, как вот здесь заданы вопросы, я полагаю, что они не слишком важны даже всему человечеству, а не только даже одной единице, которая задавала эти вопросы. Поэтому, возможно, у вас будут другие вопросы, более глобальные, не касаясь сиюминутного. Вот сегодня идет война, там еще что-то. Вот сиюминутное, оно не слишком интересно, на самом деле. Оно очень быстро все проходит. А нужно задавать такие вопросы, которые глобальные, касались бы вашей собственной жизни, то есть жизни в рамках общества. Что себя представляет это общество? Вот в этих рамках необходимо задать правильные, большие вопросы, на которые, получив ответ, вы сможете строить свою жизнь сами дальше. Каковы эти вопросы с вашей стороны? Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова